здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях начальник отдела гибдд межмуниципального управления люберецкая илья атаманов полковник полиция здравствуйте илья викторович мы с вами да мы с вами встречаемся часто что хорошо когда говорится люди идут на контакт причем люди которые но в общем-то следят за тем чтобы у нас на дорогах все было по закону ну или это наступило как говорит говорится внезапно и сразу же хочется спросить изменилась ситуация по сравнению с зимой с весной конечно время года влияет на изменение обстановки в первую очередь скоростной режим и как следствие причина следственные происшествия которые вызваны из-за нарушения скоростного режима сейчас 60 дтп с пострадавшими ну значительно некоторые увеличения по раненым и что очень радует в прошлом году было пять погибших в этом году всего один погибший и причем там женщина в возрасте была заложником ситуации машина отскочила после столкновения и произвела на нее наезд она боролась за жизнь но к сожалению видимо возраст и опять же травмы полученные не дали ей это сделать до конца что на себя обращает внимание если говорить про именно причины дтп это первое есть у нас такая формировка несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям таких дтп у нас больше больше 1200 единиц ну то есть люди не ориентируются в конкретном месте не обращать внимание на знаки и там где они специально построены так чтобы было одно движение происходит другое если совсем по простому едут быстрее чем положено дальше следующая статистическая цифра это чуть больше тысячи тоже это неправильно выбранная дистанция но по сути она выходит из первой то есть у нас из-за нарушения скоростного режима по сути 2000 дтп без пострадавших это без пострадавших я обращаю внимание но вот мы же знаем что такое от без пострадавших до пострадавших иногда до одно мгновение там вот это очень прозрачная грань а по дистанции это по-прежнему люди не держат дистанцию даже в городе где казалось бы движение не должно быть ну серьезным нам они как это не грустно для водителя покажется нам очень помогает ремонт октябрьского проспекта и ново-рязанского уже сам не проедешь да да он очень очень нам помогает статистические цифры держать вот именно в таком вот правильно но с другой стороны потом то они выезжают на и хочется там где 40 они хотят уже 60 примерно да то есть люди не нарушают скоростной режим едут со скоростью 60 километров в час и не успевает отреагировать на изменения дорожной обстановке выход пешехода пешехода там даже в положенном месте но уж если в неположенном это мы сейчас отдельно остановимся просто дистанция не позволяет отреагировать то есть водитель спереди двигающийся успевает быстрее нажать нам на тормоза опять же разные технические характеристики автомобилей там отечественные старинные и зарубежные современные и последнее тоже мы это движение задним ходом это когда водитель не убеждается таких дтп у нас 600 единиц 600 за дано соль он да вот за вот эти 5 раз и мы говорим за статистику дали месяц сейчас она уже там даже другую сторону то есть включает задний ход не внимательно выполняет этот да потому что вообще конечно движение задним ходом мы здесь уже говорили это их правил движения написаны и в школах в автошколах на этом делают акцент что надо это очень ответственный маневр в школах учат что вплоть до того что как написано про даже движение если ты не состоянии сам оценить обстановку или не уверен то должен прибегнуть к посторонней помощи но у нас же все водители всего подбывала все попало вот поэтому я не ожидал что такая будет цифра большая это означает что вот этот маневр водители выполняют но я могу сказать что вот вот эти 600 движение задним ходом значит у нас при движении задним ходом у нас более 15 пострадавших человек я считаю что это значительная цифра слава богу как искал бен жертв да без жертв но тут вот по статистике минувших лет самая стандартная ситуация самая стандартная ситуация это когда водитель больше больше грузного транспорта как правило то газели бычки ну и что-то там похоже по конструкции где-то на внутри дворовой территории совершает после того как или заблудился или приехал магазин сдает задним ходом они не видят пешеходы почему-то думать что он видит нет надо видит и соответственно как правило это пешеходы преклонного возраста происходит о чем мы здесь говорим кстати к не могут еще добавится пешеходы которые идут наушников которые тоже не слышит а это вот это счет от остальной статистика нам дополняет самоуверенные себе водили кого у транспорта который не считает нужным убедиться в безопасности маневры плюс пешеходы которые выходят под колеса этих машин и думают о своем потому что это может быть и действительно и капюшон и наушники и просто свои какие-то мысли может быть даже хорошие то есть грубо говоря бывают такие ситуации когда вообще скорости нет выполняется маневр разгрузка загрузка и человек может попасть вот в такой ситуации да и статистика причем областная она раз говорит об этом же поэтому в рамках регионального проекта по безопасности дорожного движения происходит регулярно с начала года раунды социальные раунды стоп-гаджет мобильная безопасность мобильная это мы делали акцент на передвижение на электросамокатах вообще отдельная тема электроколеса да просто велосипеды скутер это все вот вот это вот то что у нас условно не является транспортным средством ну вот парадокс да то есть водитель самоката попадая в дорожном происшествии мы его по статистике оформляем как пешехода то есть вот эти участники это раунд который закончился вот буквально на прошлой неделе социально это группа участников движения которая с нашей стороны была подписана вниманием под информационным воздействием мы старались правильно воздействовать правильно выстроить эту ситуацию вокруг вот именно этих средств передвижения простой гаджет не надо говорить это прямо вот мы уже об этом говорили да что мне раз да сейчас сейчас идет социальный раунд он на протяжении этого месяца будет с 1 по 30 июня он называется некуда спешить название говорит звание хорош так название говорит сама за себя и она полностью отвечает той статистике про которые здесь говорил вообще вот я позволю себе такое творческое отступление один политический деятель известный шестидесятые годы начал свое выступление вошедший в историю со слов у меня есть мечта да есть такой ну вернее да и он нашел правильную интонацию нашел правильное продолжение этой мысли смог донести его последователи из подвижники смогли это сделать действительно довести это до конца и мы знаем что в отдельном государстве в результат как раз ну более чем превзошел ожидание так вот я как-то размышляя над этим его вступлением подумал какая у меня мечта так вот я могу сказать у меня есть мечта что участники дорожного движения все без исключения будут относиться друг другу с уважением потому что если внимательно посмотреть на в целом ситуацию на дороге она является своего рода социальным срезом происходящего в политической экономической и социальной жизни общества понятно пример да то есть водитель большой иномарки может решить что он в чем-то лучше водителя жигулей до водитель жигулей в своей этот там неудовлетворенности и возмущением водителя иномарки может позволить себе чем я хуже да что-то что-то что не будет так сказать уважением по отношению этого водителя хотя может быть он это делал там вот не со зла да опять же он он не позволял себе это но так дорожная ситуация сложилась это я прям такой прям до яркий пример привожу далеко ходить не надо инспектор гибдд это же тоже участник дорожного движения да и он тоже он когда подходит он рассчитывает на уважение и водитель рассчитывает на уважение но мы инспектор знает что под воздействием средств массовой информации не все водители в отношении его будут вести уважительно соответственно его модель поведения она претерпевает изменения его ожидания от разговора я же вот помню 97 год когда я пришел в гусарспекцию но инспектор на дороге но это конечно это было вот такое событие да и инспектора знал это и он ему не надо было он знал что ему не надо доказывать свой государственный статус и разговор был другой ну понятно сейчас маска ну в 97 году там гоню вообще все по-другому и 90 до вообще все по-другому было но я я просто про само уважение до было уважение этого же уважение рождало ответ ответ на уважение я говорю в том числе и про уважение к тех людей которые обустраивают прежде часть просто кладут асфальт они из уважения должны положить его правильно но вы видите сколько должно быть уважение уважение в итоге она просто уважение должно быть так вот я эту мысль и нужно долго разворачивать и она все она под любым углом она будет все равно срабатывать одинаково так вот я мечтаю чтобы на дороге все участники дорожного движения относили друг относились друг другу с уважением тогда я прям с полной уверенностью могу сказать тогда и нарушение правил дорожного движения будет меньше и сама дорога по себе будет комфортной и безопасной но и вот я понимаю что вот некуда спешить этот социальный раунд как называется пройдет идет вернее уже с 1 июня по 30 июня то есть течение месяца да да это такая вот как бы летняя до акция которую гибдд объявила это летние акции это не летние но это не акция таким словом да это социальный раунд весь год на основе анализа и статистика ту которая здесь озвучил она не противоречит этому анализу продуман так эти такие разбивки социальные раунды в они разные по срокам специально в нужное время года и там с учетом опять же праздников каких-то там общественных явлений это те социальные раунды которые при помощи более активного участия по какому-то направлению работе с арены до государственной инспекции более активной отработки средств массовой информации сейчас если водители обратят внимание соответствующие рекламные конструкции электронные там печать все подключают да будет подключаться опять же целенаправленность работы в просто в общественных местах там в автосалонах в в тех же автошколах в детских садах потому что я могу сказать что если ребенок мы вот часто на этом отдельно становимся придет и скажет папе папа сегодня нам сказали что вот надо ездить аккуратно и некуда спешить и тогда все будут счастливы и здоровы и вот я могу сказать по моему ребенок быстрее даже достойчиво задумывается зачем ведущий в телеэфире но я вот хочу финале нашей первой части сказать что название вот этих профилактических мероприятий которые проходили это всего лишь за пять месяцев до практически нетрезвый водитель детское кресло пешеходный переход ребенок пассажир пешеход просто встречная полоса такая тема тоже глобальная автобус мы поймем они тоже говорили прошла опасный груз и многое другое я так понимаю что закончится и июньский этот раунд появится следующий до отвечающий тому времени года и вот ситуации согласно статистике сейчас сделаем небольшую паузу и дальше поговорим о детях а вот таком семейном что ли отношении к тому что происходит и собственно говоря попытаемся понять почему же все таки летняя пора так серьезно отличается может быть от зимней хотя в зиме есть свои кавычках а прелести напомню что эта программа открытый диалог до встречи через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях начальник отдела гибдд межмуниципального управления люберецкая а полковник полиции илья атаманов который часто приходит к нам за что ему спасибо потому что в его лице это своеобразное общение всех представителей гибдд здесь в городском округе люберцы и а в других да в общем то во всей московской области потому что с вашими коллегами вы тоже ведете общую работу но сейчас поговорим о самом дорогом это детях мы уже немножко коснулись этой проблемы только в одном городе люберцы за последние две недели произошло пять наездов на детей причем наезды на внутри дворовой территории как это происходит его совершенно вот ну такая понятная банальная я даже сказал стандартная ситуация дети как правило выбегает из то есть три варианта первое они играются на площадке где-то заигрывается потому что вот в большинстве из этих случаев они где-то друг за другом бежали они игрались они не смотрели на дорогу ну да они считают что здесь они соседи муниципальном образовании там за мечом выбежал ребенок дорогу второй вариант они выходят из подъезда тоже со своими мыслями и соответственно выбегает попадает у нас как у нас же вот это вот парковка такая сплошная машина вдоль дома она полностью особенно для легковых машин внедорожники в этом плане они пользуются ну то есть им полегче они водители сидят повыше могут просчитать эту ситуацию водитель легковой машины в большинстве случаев просчитать не может поэтому он не видит и не ожидает выхода ребенка на проезжую часть слава богу все эти случаи которых я говорю они все шишки ссадины ну главное наживы до наживы шишки ссадины то есть вот даже вот даже переломов нет но это вот мы говорили грань такая очень тонкая но правильно понимаю что это в какой-то степени благодаря еще той ситуации что водитель двигался по дворовой территории с правильной скорость потому что мы же знаем что и по дворовой некоторые гоняете иногда потому что есть видео этих столкновений иногда просто понимая что детский организм ну такой вот на защиту да на защиту успевая сработать надо даже как говорится кажется что ангел там за плечом стоял потому что смотришь как его как как его вот эта машина так вот прям приложила хорошо да и потом ушибы и ссадины диагностирую там дают изгм зачем тогда получается что они ехали с большой скоростью и соблюдали внутрь дворовых никто же не сам отрисован километров час сколько надо вот чтобы вот едут они 40 километров в час со скоростью 40 километров в час машина бьет ребенка это уже достаточно но по двору я вот тоже хочу обратить на это внимание частенько и видишь иногда гоняют тоже по двору машины не понимая что из подъезда может выбежать моментально просто и и это будет очень серьезная стандару надо не ехать по двору надо красться да да ну если уже так совсем чтобы рядом человек шо настолько быть уверенным что не просчитываешь ситуацию что происходит вот до смешного да то есть там там такие вот из свежего таксисты то потом там он ищет адрес он он ему вот он тут меньше всего он думает о том что там кто-то права смотрят и а он ищет адрес он там он в навигаторе ли он там с пассажиром он он этой ситуации он не просчитывает другие службы которые привозят там еду или бытовые брюк дальше просто машины которые объезжают пробку он тоже он 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 торопится у него минимально там минимальная скорость из его из его внутреннего допущения это минимальная скорость и ситуация когда опять же задом сдают машины то есть они вот он причем это вот это вообще классика да он только что проехал здесь да и у него почему-то в голове не возникает мысли что сразу за ним может человек перейти в этом месте дороге он проехал а проскочил или не туда и он не глядя сдают назад человеческий фактор но у нас таких частей факторов вот нами набирается уже пять случаев за две недели то есть это тенденция получена что я вижу здесь вот то есть как я вижу пути решения но кроме того что в принципе анализирует ситуацию мы в рамках работы комиссии по безопасности движения принято решение причем во всех муниципальных образованиях на территории нашего обслуживания о том что сейчас как это принято говорить дорожная карта или простым языком разработан план все детские площадки выходы из детских площадок будут обустраиваться искусственными дорожными неровностями то есть мы будем зарежим и зарежим ливать выход из детских площадок искусственными дорожными неровностями а нежели лежачий полицейский вы должны поймете как я сказал во дворе но настолько минимальная скорость вы должны настолько быть уверены что по правилам дорожного движения вы когда обнаруживаете опасность вы готовы остановиться это по правилам дорожного движения он 10 1 никто его не отменял и слава богу что эти дети получили легкий вред здоровью но как только это средний вред здоровью и тяжкий вред здоровью это уголовное преследование это мысль у водителя о том что его скорость на внутридворовой территории может привести к уголовному преследованию жизни она не должна его оставлять я уж не говорю о том что вот это вот я ведь водители они ну в большинстве своем нормальные там здравомыслящие люди которые видят когда они причинили ребенку боль мы сейчас только про детей говорили конечно это и пенсионеры и взрослые люди ну взрослые люди они как-то просчитывают опять же их из-за машины видно да ребенка не да но и опять же ну соседние муниципальное образование из-за газели выбежал ребенок не так давно вот прямо в прошлом месяце из-за газели припаркованы дети не просчитывают эту ситуацию эту ситуацию может прочитать взрослый поэтому у нас вот вот это внутри дворовая территория это пожилые люди и дети и это та категория участника движения которые к сожалению здесь вот все что я сказал об устройстве инженерное обустройство внутри дворовой территории соблюдение правил о соблении правил здесь все равно я считаю вот все-таки львиная доля ответственности лежит на плечах водителя водитель обязан просчитывать эту ситуацию водитель должен не ехать а практически идти на машине если можно так да хорошо я вот понимаю что 13 июня заканчивается комплексно информационно профилактические мероприятия под названием внимание дети вот это тот небольшой итог который вы подводите еще наверное немаловажная история это все-таки популяризация правил дорожного движения до среди детей вот а летом когда они все-таки расслаблены вот как вот сделать так чтобы их только папа с мамой может убедить нет ну вот сразу скажу нет здесь наша роль должна быть тоже но она из определяющей да потому что есть такой документ называется паспорт учебного заведения дошкольного школьного соответственно за каждой школы закреплен инспектор он старается максимально то есть охватить своим участием проинструктировать максимальное количество детей опять же мы тут понимаем что ну вот всю школу не может собрать но теоретически можно но для этого надо иметь определенные ораторские навыки да и опять же детям надо учиться поэтому все-таки мы выбираем мы понимаем какая у нас категория детей но наиболее надо подвержена до движена обычно 4 5 классы редко дает и старшеклассники и их собирает инспектор и все это рассказывает то есть до каждого школьника мы старая стараемся достучаться то есть вот эту установку на правильное поведение на дорогах мы стараемся дать хорошо идем дальше потому что все таки не могу вас не отпустить пусть нашу интервью не поговорив о ну скажем так а бытовых проблемах связанных с водителями потому что лето люди продолжают покупать продавать передавать все что знаю утилизировать ну продолжается работа с автомобилями и летом автомобили будут ставить на учет есть какие-то изменения что водителям ждать кто-то может быть решил приобрести автомобиль я не знаю легко ли будет поставить на учет есть какие-то изменения не покладая рук до регистрационно-экзаменационное подразделение нашего дела трудят работает до для того чтобы государственная услуга по регистрации транспортного средства чтобы это государственная услуга выполнялась нужно про этот нужно быстро и так как по регланда написано в регламент то есть людей не меньше стал вы знаете даже больше больше я даже не я даже не могу сказать почему ну просто видимо вот такой период на сказать что май-апрель он принципе вот по статистике он всегда таким более повышенным повышенной активностью в части покупки продажи машин характеризуется я могу сказать что больше двухсот регистрационных действий в день выполняется нашим подразделением больше двухсот может это может быть и 200 300 и 230 и 250 это очень большая сумма то есть это например что ну вот наверное это пропускная способность максимально ну потому что дальше надо понимать почему она максимальна потому что есть время которое мы обязаны уделить и не выйти из этого временного до диапазона лучше всего записываться и так понимаю через год за что обращает себя внимание то есть вот у нас было после наших майских праздников была большая проблема то есть вот неделю вот эта цифра 200 и больше она прям было каждый день потому что ну видимо ну люди хотели отдохнуть или думали что мы не работаем на празднике хотя практически работали все работаем 70 да ну вот реально то есть из этих десяти рио только отдыхала четыре дня ну по сути дела то что приходилось на субботу и воскресенье все остальные дни были рабочие вот но вот накопительный эффект там неделя была такая вот стахановского труда сейчас портал госуслуг практически позволяет зарегистрироваться на завтра и вот поэтому два способа основных через портал госуслуг и через в живую очередь то есть когда приходит человек получает талончик ну это как удобно ехал мимо да где-то рядом живешь пришел получил талончик и в удобное время для себя приезжаешь тут момент какой еще вот люди которые себя вот этими ожиданиями обманули они подпадают опять же под административную ответственность если больше десяти дней на отведенных на регистрационные действия не был исполнен владельцем транспортного средств у нас к сожалению время заканчивается но я знаю что у вас есть еще какая-то информация дополнительно по поводу регистрационных знаков и к опять по моему вернули что регистрационные знаки должны быть в регионе региональные теперь мы уже об этом говорили но я просто хочу я вижу разочарование в глазах людей которые приходят у нас согласно всех изменений нормативных регион проживания и регион который указан на регистрационном знаке теперь приводится в соответствие ну как раньше было ну по сути да мы уже просто забыли об этом по сути да и вот только только имея регион проживания соответствующие можно оставить за собой номер ну то есть по простым языком человек прописан москве как у нас модно особенно в ближайшем подмосковье ну потому что социальный пакет москвы до более комфортный но при этом фактически проживаем в подмосковье да там вот там нашу малаховка любимой весь вот дальше все наши дачные районы а номер красивый или просто людям даже не красивая просто запомнился ну просто привык свой родной рюканье какой-то бывает я иной раз спрашиваю человека в чем проблема не вот привык к этому номеру бывает пропуска на это записаны только если человек прописан в области он сможет оставить за собой этот номер это надо понимать это уже ситуация она длится больше года но до сих пор вот информационная такая инертность идет и к сожалению вот это вот разочарование в глазах и в лицах я иногда наблюдаю хорошо ну и совсем у нас нет времени если у вас есть еще что-то да ты еще в нового когда я об этом говорил еще раз напомню вот есть такой момент купли-продажи у нас это вот напоминание водителям которые продают машины у нас нет снятия с учета у нас есть регистрация транспортного средства по договору купли-продажи соответственно предыдущий владелец автоматически в базе прекращает владение этим транспортным средством на это все как мы сказали дается 10 дней в чем проблема 10 дней прошло человек которому вы продали машину по каким-то причинам объективным субъективным не зарегистрировал не зарегистрировал вот вы вправе опять же через портал госуслуги сделать скан документов отправить нам эту информацию и эта машина будет снято с вас с учета или прийти живьем но предварительно опять же запишут записавшись через руководство тогда вы лишаетесь проблем по поводу квитанции по видеофиксации налогом и квитанциям за неправильную парковку в москве как избегать своего штрафа квитанции и потому что человек потому что людям приходит квитанция квитанция да это он приходит и смотрит и у него вот тут как же так я же продал спасибо вам большое лето кажется конечно для нас такой замечательной порой но мне чувств чувствуя что работаю вам по крайней мере на первом летнем этапе прибавляется мы желаем всем вашим коллегам чтобы этот период прошел как можно быстрее и некуда спешить работала вот и я надеюсь на то что много всевозможных еще социальных раундов нас ждет впереди я надеюсь что осенью или там в предвыборный может быть вперед мы снова с вами встретимся если будет в этом необходимость потому что мы хотим быть в курсе всего а вам наверное интересно чтобы мы бы были в курсе всего все так и буду илья атаманов полковник полиции начальник отдела гибдд межмуниципального управления люберецкая а был сегодня у нас гостях спасибо вам большое с вами был николай пивненко программе открытый диалог а